МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дозвольте распочати свой выступ вершем харьковского поэта Валерия Болотова. Нам Азаров войну объявил ненароком, по-предательски в спину ударил коллег. Мы и так без него давно ходим под Богом, в саркофагах больниц, доживая свой век. Кто в Чернобыле не был, тот понятности сможет, тот живет для себя и семьи своей в сласть. Неужели премьера совесть ночью не гложет на Чернобыльцов руку в июне поднять? Где же вы, президент? Где же ваша защита? Мы же верили вам и за вами пошли. Конституцию топчет святая элита. Даже вице-премьер записался у вожди. Вам бы только побольше, пошире, позвонче, чтоб нас стало меньше на этой земле, так когда-то же доубывали дойче, точно так же позабыв и о Боге, и о кресте. Но вы, господа, нам по правде скажите, вам не нравятся пенсии наши? Вот-вот, вы получи в карманах своих поищите, а то мелите нам про какой-то дефолт. Нам, чернобыльцам, много не надо, только чуть на лекарства и чуть на гробы. Вы же лучше поверьте в спасенную нам и державу, где теперь хозяйнуете вы. Нам не нужно наград и славы посмертной, и поминок, венков раз на год. Вы оставьте нам право, при жизни достойной. Мы ведь тоже, Украины, народ. Страшной ядерной катастрофой планетарного масштаба в квитне 1986 року ввернулся мирный атом в домики и доли людей. Чтобы остановить разборханный атом и остановить радиационный лихо, в зону радеации вошли дейсно мужские люди, профессионалы, которые ценою своего життя и здоровья за півроку сделали, здавалось, неможливо. Продолжение следует...